Всем привет! С вами Андромалик, и это первое видео в 2021 году. Я решил вспомнить все игры, которые были популярны в ушедшем 2020 году. Поэтому все, что мы будем играть, это вот все старые игры. Исключение будет только первая игра. Это Evil Nun 2. Эта игра только что вышла, буквально 2 дня назад. Я ее скачал, это бесплатная игра, вторая часть хоррора. И мы будем сейчас в нее играть. Ну а в этом видео, конечно, все по порядку, вам покажу. 8 игр, садитесь поудобнее, выберем самую интересную игру. Все как обычно. И решил я снять в 4К в 60 FPS. Поэтому, если у вас есть хорошие мониторы 4К или телефон поддерживающий такое разрешение, у вас будет лучше картинка на YouTube. Не забудьте только поставить в настройках YouTube 4К. Так, языки сразу скажу, есть ли русский? Есть русский. Но я играю на английском. Так, чувствительность повыше. Мне кажется, мне всегда не хватает чувствительность поворота камеры. Evil Nun 2. Ну что ж, поехали. Нажимаю play. Что же представляет из себя эта игра? Так, улучшенная графика. Давайте поставим лучшую графику. Субтитры. Давайте субтитры будут более темные. Не хочу. Так, easy давайте сложность. Тут вообще говорили ghost. Но давайте easy. Начинаем. Что за игра? Долго ее делали? Так. Заставочка есть даже. Так. Жила-была девочка. Любила она животных. Надеюсь, мне не заболел эту песню на YouTube. А это, наверное, вот эта монашка. Evil Nun. От которой мы будем сейчас убегать. Сиди по всему. Лицо нам ее не показывают специально. Чтобы мы впервые ее увидели, наверное, когда она нас поймает. Видите, все время... Хотя нет, видно немножко. Не, показывают. Я думаю, она... А я думал, она страшная будет. А может, это мы вообще? Потому что я не понимаю, кто это. Она вроде добрая. Какая графика. Вы видите, как горит фотография. Это просто вот... 21-й год. RTX лучи. Так, у нее что-то это... Застряло там, да? Воспоминание какое-то. Так, и все. И пошла игра. А мы за кого играем, не могу понять. Дверьку она, значит, закрыла такая. Бам. А эту дверьку она бам открыла. Вот это сценарий. Ох, а камера стоит. Видели? Под углом. А я основной... Моя маленькая девочка какая-то, которая плачет. А это наша игрушка, да? Так, она тут что-то открыла. И там что это все? Что-то слишком ужасная игра какая-то. Цыпленок? Курь? Питула? Какой-то? Ну что ж, давайте поиграем, наконец-то. Мои руки уже просятся потыкать на экран. Так, а можно уже? Нет, еще нельзя. Что-то ждут. Во! Вот сейчас дадут возможность поиграть. Ну что ж, ну что ж, ну что ж. Так, что у нас... Чувствительность, наверное, большую я поставил. Блин, а как поменять ее? Это подсказки. А где меню? Мне, походу, не поменять. Ладно, буду аккуратно играть. Так, значит, мы здесь находились в углу. Так, часть оружия написано. Мы подобрали часть оружия. Не знаю, зачем нам часть оружия. Давайте скинем. Так, это игрушка. Можно ли взять игрушку? Нет, нельзя игрушку брать. Так, открывается ли комод здесь, ящики? Нет, ничего не открывается. Кто-то спит, я слышу. Это кто-то в клетке, наверное, да? Клетку открыть тоже нельзя. Походу, только дверь мы можем открыть. Так, значит, открыли дверь. Так, нельзя разбудить вот этого чувака, который справа. Подождите, а я не могу в дверь войти, пройти. Посмотрите. Вот, смотрите, я иду прямо. Это все глюк? Вот. Я не могу пройти, вот. Что, я должен проползти, наверное, да? Нет. А что они хотят от меня? Походу, все, игра не доделана. Дальше двери не пройти, реально. Я ничего не придумываю. Может, задом пройду? Ну вот, видите. Я не знаю, что это за глюк. Может быть, мне в комнате надо что-то сделать? Или заново игру запустить? Потому что реально она... Так, может быть, здесь просто в шкафчике что-то надо сделать? Так, сюда можно зайти и спрятаться, да? Может быть, так хотели, чтобы мы... А, ну да. Вам нужно убежать с этой школой. Окей. Вот сейчас игра только началась. Странное начало. Меня убили уже, все? Это что это? А нет, он нападает. Надо просто тапать по экрану и все, и мы можем убегать. Так, я могу бы тут закрыть? Все, сидит, короче, там. Так, что у нас тут? Отвали. Это что, каждый раз надо делать? Он уже запарил. Еще один. А, это петух. Он уже убивает сразу, я так понимаю. Какая-то игра непонятная. Где прятаться вообще надо? Ритуал начнется через 2 минуты. Пожалуйста, покиньте школу. Мне написали. Еще заново. Ладно, побежал. Я не буду ничего открывать, закрывать. Короче, побежали, хоть школу посмотрим. Так, эта дверь закрыта. Сестра какая-то тут тоже закрыта. Все закрыто вообще. Опа, меня кто-то увидел. Так, тут можно пройти. Можно ли закрыть дверь, чтобы меня не увидели? Так. Он меня не видит? Нет, он видит. Он сразу убивает. То есть мы не от монашки убегаем, а от каких-то животных. Ритуал начнется. А, там написано было, что в течение двух ночей ритуал начнется. Сейчас одна ночь осталась. Ладно, давайте побежим тогда направо. Вот сюда. Близ сколько тут проходов. Жесть просто. Кто-то спит, слышно. Все закрыто вообще. Тут какая-то есть комнатка. Так, где я закрою ее? Так, упс. В лучших традициях грени все падает. Если вы понимаете, о чем я. Так, здесь ничего нету. Все пусто. Так, что у нас тут? Ничего. Так. Здесь открыто? Открыто. Вот тут можно куда-то на лестнице, что ли, запрыгнуть еще. Залезть. Не знаю, куда идти, честно говоря. Петух за мной же, наверное, гонится, я слышу. Главное, дверь. Бежит за мной. А, это вот этот. От него можно еще отбиться как-то. Ну, что мне надо собирать, я даже не знаю. Я просто бегаю. Ну, давай, убивай уже меня. А, он застрял, зацените. А, нет. Не застрял. Оказалось. А, нет, он действительно застрял. Это меня сзади. Напал. Хорошо, играю и... Не знаю, что сказать. О, все, конец, да. Я проиграл. Мы концовку игры увидели. Что это? Ты все здесь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Какой у меня чудесный голос. Я уверен, ей игры не дадут за такой голос. Я даду тебе все, если ты совершил мою желание. Пожалуйста, Элиза встать в эту человеческую волю. Все. Все. Или будет еще продолжение, я не могу понять. Она говорит, что ничего не получилось, это неправильный ребенок. Ритуал не получился. Она будет искать другого ребенка. Все, ладно, хватит. Погнали, это Hungry Shark посмотрим. Давно не играл. Что-то тут обновилось в игре. Смотрите, сколько у меня уже акул нет. Раз акула. Два акула. Третье. Кракен. И четвертое. Люминит. Ну, они красивые такие. Мне кажется, даже движок как будто поменяли в игре. Выглядит прикольно, но мне не хватает деньжат. Поэтому давайте попробуем что-нибудь заработать. Заодно посмотрим, может тут какой-то ивент новогодний идет еще. Еще что-нибудь. Что-то рыбы много очень. Раньше так не было сразу. Очень много рыбы. Так, а это что такое? Это я кого-то съел, типа игрока, что ли? Новый прикол добавили, да? Была акула маленькая с никнеймом. Вот еще. То есть я других игроков, типа, ем. Придумали новую фишку в игре. Не знаю зачем, но придумали. Для разнообразия, наверное. Потому что здесь все надоедало делать одно и то же. Теперь мы, типа, за акулами реальных игроков охотимся. Вот бы они еще сделали что-то реально, с ними играешь. Но это сложно, сервера надо делать. Съел еще одну акулу. Три. Это реально новое обновление. Не играл, никогда не видел такого еще. Не играл в это обновление. Потому что они уже поняли, что акул нет смысла добавлять. Будут добавлять реально контент какой-то, кроме акул. Какие-то обновления интересные. Громко как-то тут. Подводная лодка. Мне все равно вот эта часть больше нравится, чем Hungry Shark World. Потому что здесь как-то интереснее играть. Но движок там лучше и графика. Но здесь, кстати, обновили движок. Как-то все как-то смотрится неплохо. Сразу вам скажу. Раньше вот как-то было. Обновление какое-то большое они сделали. Они, наверное, увидели, что в эту игру больше играют до сих пор. И обновили ее тоже. Потому что Hungry Shark World, мне кажется, там меньше всего обновлений сейчас выходит. Здесь больше контента даже добавляют. Видимо, потому что здесь прибыль больше. Этот проект более успешный был. Смотрите, какая акула. У меня такой еще... А, не, у меня есть эта маленькая. Это Мистер Снэйпи, наверное. Или как его там. Или у меня сейчас Мистер Снэйпи. Я уже все забыл, как называется. Акулы тут. Уже не играл, я не знаю. Но я давно не играл. Я так запускал один раз. Но так, чтобы долго, я ее уже давно не играл. В 20-м году не играл, по-моему, долго. А может, один раз только. В 19-м последний раз я долго играл. То есть уже давно-давно. Больше года назад. Нам надо полмиллиона очков этих золотых монет. А у меня 295 тысяч всего лишь. Представляете, сколько еще надо фармить. 204 тысяч. Чтобы просто одну акулу новую открыть. А еще ее надо открыть, прокачать. Там куча золота надо. А потому что она не прокаченная будет. Слабенькая будет. У меня даже вот это, наверное, круче будет. Потому что здесь какие-то апгрейды я делал в свое время. Хотя я сейчас жалею. Если бы не делал, мне бы хватило денег. Я очень много денег на апгрейды тратил. Мне кажется, я эту акулу я не съем. А нет, я съел. Непонятно иногда, когда они маленькие. Сильнее акулы меня или нет. Непонятно. Вот, правильно. Что-то управление хуже стало, мне кажется. Или я отвык. Не знаю, как-то я нажимаю. Оно как-то не так плавает, как раньше. Не знаю, с чем это связано. Но, видимо, с обновлением. Но графика лучше стала, я скажу вам. Ну, реально, графика стала лучше. Не знаю, что тут поменяли. Может быть, разрешение просто экрана изменилось. Поэтому все так смотрится. Смотрите, приятно. Потому что я сразу говорил, Hungry Shark World намного красивее. Но там играть неинтересно. А здесь как-то интереснее играть, но графика хуже была. Игра немножко подтормаживала. Она и сейчас не идеальная. 30 FPS, наверное. 25-30 FPS она идет. А вроде World же плавный шел. Под 60 FPS там, по-моему. Там очень классно сделали. Сюда бы 60 FPS было бы еще лучше. Ну, ладно. У нас там еще куча игр. Погнали дальше смотреть. Что тут в конце у нас? Вот мы убили каких-то акул. За них бонусы дали, да? 2000 монет. Ну, фигня, короче. Очень мало монет заработало. Так, Scary Teacher давайте. Scary Teacher. Это так, как мы показываем игры, которые были популярны в 2020 году. Во что играли люди по всему миру. С разных стран. Вот я запускаю. Значит, эта игра мне не особо нравится. Я уже это говорил. Но почему бы не поиграть в нее? Просто мы как бы пару минут поиграем и переступим к следующей игре. У меня сейчас нет лимита 30 минут на видео, потому что я с телефона снова снимаю 4K 60 FPS. А моя камера большая, 60 FPS в 4K не снимает. И там 30 минут лимит на один ролик. Это же бывает раньше заканчивается. 29 минут и уже выключается камера-съемка. Так, ну что же. Ой, бабуля, что-то нас сразу увидела. Бабуль, ну отвали. Ну нет у меня уже. Все, я убежала. А как эта дверь за ней закрылась так сама? Ну все, вали, бабуль. Бабуль, ну вали. Но эта игра супер популярна сейчас на YouTube. Вот она дальше этого... Ой, она мне дверь закрыла. Да куда ты закрываешь дверь, а? Вот куда ты закрываешь? Ну, вот куда ты закрываешь? Что ты? Что ты? Что ты мне сделаешь, а? Видите, она ничего не сделает. Вы не бойтесь. Представить. Ну что она сделала? А, немножко не отошел. Ладно. Я не хотел играть. В это я хочу игру поиграть. Stick War Legacy. Да-да, не удивляйтесь. Классная игра. Я разобрался. Я уже показывал ее или нет? Не помню. Так, давайте только заставки пропустим. Короче, сейчас я расскажу вам, как в нее играть. Значит, у нас есть золото. Мы его должны добывать. Вот я делаю шахтера. Первый шахтер за 150. Смотрите, он сейчас придет такой. Видите? Можно контролировать его. Можно вручную говорить, куда идти. И вот, типа, подойди сюда. И давай добываем. Можно вручную. Вот. Оп-оп. Все. У него полный мешок золота. И он пошел назад. И он сейчас сам начнет работать. Это просто показывает возможность, что можно каждым управлять. Теперь нужно потренировать двух Клабманов. Клабман это вот с палкой чувак такой. Самый простой в игре, самый слабый. У него мало здоровья, мало урона наносит. Но он быстро бегает, единственное. Вот он прибежал, короче, и стоит. Видите? Один и второй я купил их. Теперь говорят, иди в атаку. Нажал в атаку, они сами бегут в атаку. И мы смотрим, куда же они побежали. А вот другая база противника, типа. Вот. Враг наш. Мы к нему прибежали. Сейчас они... У него лучник стоит. Видите? Он отстреливается. А нам, чтобы победить, надо эту статую. Что? Что это, типа, главное здание врага. Ну, мы, конечно, сейчас не уничтожим. Все-таки лучники там, видите, обстреливают нас. Сейчас победят они. А может и нет. Может мы победим. Ну, вот рабочие подошли. Мы их немножко покосали. И на лучника напали. Все лучника нету. На рабочего сейчас. Хоп. Хоп. Но он потом покрепление призовет еще. Мы сразу не победим так быстро, как кажется. А за все это время можно шахтеров там делать. Чтобы больше золота добывали. Пока мы тут в атаке. Чтобы у нас экономика работала. Больше было денег. Можно было что-нибудь прикупить. Пришел еще один лучник. Уничтожили его. Четыре шахтера у него. Надо реально себе ставить. У него четыре шахтера. Три осталось. Наш чувак бьет базу. И, кстати, он может победить. Пока нет лучников больше. Сейчас будем смотреть. Но они золото принесут. Он лучника закажет. И лучник может моего убьет на этот раз. Сдалека. Хотя нет. Они назад побежали. Я, походу, победил. Они просто золото отнесли. Они прямо в защиту бежали назад. Все. Победа. В общем, такая вот игра. И дальше появляются разные юниты. Ну, то есть, можно будет покупать и лучников, и магов, и гигантов огромных. В общем, я эту игру проходил. И она прикольная. Здесь после уровня можно апгрейдить что-то. Вот, например, лучника. Да? У нас дается два поинта. Мы можем что-то улучшить. Например, лучника я хочу лучше. Нажимаю сюда. И здесь апгрейд. Вот. На 20% больше урона у него. Например, у шахтера можно увеличить на 20% сумку. То есть, мешок его больше золота будет таскать за раз. Вот. И следующий уровень пошел. Вот. У нас теперь есть лучники. За 300 вот они стоят. Довольно дорогие. А нам показывают, что за донат можно ускорить. Видите, больше золота будут добывать. Я за донат нажал, что-то сейчас они больше золота мне принесут. О, нет. Кажется, сейчас атака идет на нас. Поэтому надо нажать на вот эту кнопку, нам говорят. Нажимаем. Они идут в защиту. Все наши рабочие уходят. И появляется лучник. Вот появился второй лучник. И они начинают расстреливать этих ребят, которые бегут на нас в атаку. Смотрите, один уже погибнет, не добежит он. Но у них защита, у них щиты такие. Не так легко их пробить. Бьют нашу базу. У нас здоровья довольно много. Я думаю, мы справились. А пока это все происходит, можно лучника еще заказать. Шахтеров. Чтобы у нас экономика не стояла. В общем, вот такая игра. Вы строите войска, добываете золото, строите войска, идете в атаку. Вот и все. Ну и как бы там все больше и больше разных юнитов. Такая довольно простенькая игра, но она прикольная. На ютюбе популярна. В ютюбе. Много роликов по ней выходило в прошлом 20-м году. По этому игру я добавил свой список. Дальше ФНАФ. ФНАФ до сих пор играют. Что в первую часть. Я не знал, какую добавить. Во все части играют. Я добавил первую, потому что она самая простенькая. Ну, для понимания. Дальше там какие-то сложности пошли. Здесь довольно просто. Есть кто-то. Вот, например, идет кто-то. Закрываем дверь. Или вначале подсветку включаем. Смотрим. Есть кто-то. Закрыли дверь. Все, ждем. Здесь камеру открыли. Посмотрели. Где там кто нападает. С какой стороны. Слева, справа. И все. Довольно простая игра. Потому что во второй, третьей даже части там все усложнили. Здесь просто есть две двери. Либо слева пройдут, либо справа. Все. Закрыли двери. Никто к вам не пройдет. Все просто. Больше проходов нет. И вы это ждете до 6 утра, до 5. Если никто на вас не напал, вы выиграли. Вот и все. Простая игра. Я даже не знаю, что показывать. Просто. Я думаю, все знают эту игру. Поэтому идем дальше. Грэнни. Грэнни в 20-м году в ушедшем тоже пользовалась большой популярностью. В нее играли и играют. Есть вторая часть, есть первая. Мне кажется, даже в первую больше играет. Потому что вторая, она довольно сложная стала. Там появилась не только бабушка, но и дедушка. И там очень узкие проходы. И когда они зажимают с двух сторон, никак от них не убежать. То есть вторая часть нереально сложная, как по мне. Здесь-то хоть одна бабушка, да, ходит. А там надо еще и смотреть, чтобы дедушка сзади не появился где-нибудь. И не зажал тебя. Все. То есть там намного сложнее, как мне кажется. Но там можно выбрать. Только бабушка за тобой бегать будет. Или дедушка. Там есть выбор. Здесь выбора нет. Здесь просто бабушка. И эта первая часть, когда она выходила, она, по-моему, ни на что не была похожа, эта игра. Она была такая оригинальная, так сказать. А потом уже по этой игре начали все копировать ее. Вышло миллион игр. Вон бабуля идет. Подождите, она в новогодней шапке бабуля. А что это за скорость? Она так быстро идет, что я даже не убегу походу сейчас. У нее такая скорость сейчас была. Вы просто не представляете. Она нереально быстро бегает. У нее реально шапка новогодняя, прикиньте. Если вы играете в январе, у нее шапка. Видимо, по календарю стоит. Игра видит, какой у вас день в календаре. И поэтому дню она подбирает. Так, сейчас она отсюда должна выйти, да? Да, вышло. Все нормально. Ну, в общем, кто не знает, что это за игра, мы собираем всякие предметы, пытаемся открыть дверь, гараж или просто входную, вот главный вход, чтобы убежать отсюда. У нас есть пять попыток. То есть пять раз нас могут поймать. Все вещи, которые мы там что-то откроем, сохраняются. Если нас ловят, насколько я помню. Поэтому можно так потихонечку все как-то... Ой, елка стоит, нифига себе. А Новый год никогда не играл в эту игру, походу. Я не знаю, кто эту игру сделал. Может, русские, поэтому тут как бы под Новый год появилась елка. Потому что у всех в Рождество елка, как бы в других странах. А в России у нас больше после Нового... Ну, под Новый год, да. А там уже Рождество, 23 декабря, 24 декабря. Это у них Рождество, вот это все дело в это время происходит. Я просто помню, что я вроде как играл до Нового года. И не было елки. Видимо, она недавно появилась. Я же даже вам показывал, в декабре записывал какие-то ролики. Так, она, походу, меня увидела. А, тут еще вниз можно. Вот, короче, тачка есть. На ней можно уехать. Нужно ворота открыть, завести ее, там, двигатель. Аккумулятор принести. Тут, может, колеса нет. Я не знаю, смотреть надо. Нет, колеса есть. Ну, чтобы все работало в машине. Вот, видите, дверь отваливается. Но это неважно. И уехать там можно. Главное, чтобы двигатель работал и зарядил. Ну, вы поняли. Вот, видите, нажимается написано. И вы не можете еще уехать. Это есть вариант убежать таким способом. Так, а если в машину сяду, она меня найдет. Хотела в машину сесть. Ну, ладно, идем дальше. Значит, привет, сосед. Тоже играют. И сразу скажу, в 21-м году выйдет по этой игре одна игра. И, возможно, вторая еще. То есть, минимум две игры. Одна минимум. Вторая, может, не успеет в 21-м году сделать. Делают пару игр по этой вселенной. Так сказать, детям нравятся. Поэтому ждите, будет новая часть. Не знаю, на телефон или на консоли. На PlayStation, может, выйдет. Не знаю. Я тут попиваю. Швепс. Тоник допил. Потому что это... Горло не выдерживает. Давно я не записывал ролики. Много так, но не говорил. Мне сложно. Горло першить. Ну что ж, вот. Кто не видел? Привет, сосед. Игра вроде бесплатная, да? Но только, чтобы там играть в следующий уровень, надо платить. В игре нет рекламы вообще. Тут надо просто платить. Хочешь там второй акт или третий, дальше плати. А первый вроде бесплатно можно играть. Она у меня вроде купленная. Даже покупал ее. Деньги платил. Поэтому у меня тут вроде все открыто. Ну, здесь глюк я вам уже не покажу. Вот сюда, видите? Если наступаете, вы телепортируете. Но этот глюк работает. Можно взять... Смотрите, берем любую вещь, которую можно бросить. Показываю вам. Так, ну вот. Берем это, да? Крышку. Мусор. Мусор берем. Можно взять мусор? Алло, можно взять мусор? Блять, не берется. Не, нельзя. Ну ладно, взяли крышку от мусорки. И значит, если мы ее кинем вот сюда, она появится вот там, сверху. И упадет вниз. Смотрите. Блин, мне только главное сделать так, чтобы она... Она долетела до туда. Смотрите, сейчас появится здесь. Смотрите. Смотрим. Вот она, упала. Ола. Мить. Это прикол. Я нашел сам. Я не знаю, все ли знали о нем. Я постоянно его показываю, потому что до сих пор не исправили такой глюк. Ну все. Такая вот игра. А вон наш привет сосед. Какой-то он маленький, да? Рост какой-то вообще у него никакой. Куда же он идет? Ну давайте следить за ним. Что же он собирается сделать? Кстати, через этот забор он не должен меня видеть, походу. Это же не его территория, правильно? Он меня вообще не должен трогать здесь. Я в его участок не захожу. Вокруг хожу да около. Так, где он там? Не вижу его. Алло. Эй, сосед, как дела? А он уже в дом пошел. В общем, вот такая вот игра. Among Us. Эта игра стала популярной под конец года. То есть где-то октябрь, ноябрь, декабрь. Это вот самые популярные месяцы. Все начали играть в эту игру. Я не умею в нее играть, ребята. Я не умею. Но мы поиграем. Включаем Wi-Fi. Ждем, пока он включится. Нажимаем онлайн. Найти публичную игру. Загрузочка идет. Ждем. Давай, 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 два, два, два. Ну что, что такое? Интернет же есть. Я думаю, что надо просто игру перезапустить, да? Заходим снова в нее. Это, кстати, игра на консолях выйдет. Она еще не вышла вроде, или уже вышла? На новый PlayStation 5 она выйдет. Насколько я учитал новости, помню. Блин, а что на ней работает, ребята? Что-то не так, что ли? У меня же есть интернет. Давайте не Европу, а поставим Америку. О, Америка работает. Европейские сервера лежат. Давайте вот это. Так, игра уже началась. Давайте еще раз. Пять человек. Все, пять человек. Надеюсь, меня не выберут этим плохим импоузером или как, потому что я не знаю, как правильно все это делать. Меня, наверное, сразу найдут. Сразу видят, как я кого-то убиваю. Интересно, а можно ли им играть и не убивать никого? Мне интересно. Вот будет прикол. Давайте меня выберут, да? Импоузером этим. А я никого убивать не буду. Ну, то есть, они должны там что-то делать по работе все, а я буду как бы плохим парнем. Но не буду никого убивать. Никто об этом знать не будет. Прикиньте. Так же можно играть или нет? Я вот не могу понять, вот как это все будет. Сейчас увидим. Если меня вызовут из... Я ни разу не был, кстати. Ну. Ну, это не я, я так понял. Это не я. Че-то он за мной бегает. Я уже боюсь, когда ко мне кто-то подбегает. Так, а это че такое? Я не знаю, не буду использовать. Я не знаю. Я выполнил одно задание. Навигация, электричество. Так. А реально прикольно сделать так, что вообще никого не убивать, когда ты плохой мальчик. Ее маму убили. Какой у меня никнейм вообще в этой игре? А где я вообще тут? Ютубер я? Или плеер? Не, я плеер, походу. Так, ну что, давайте смотреть чат. Ну что, кого? Давайте того, кто написал в начале. Вот этот Сюз. Мне не нравится Сюз. Давай против него. Вот этот. Все. Один еще не проголосовал. Ждем. Ну ладно, короче, вот такая игра. Там голосовать, ходить, кто убил. В общем, вот такие вот игры были популярны в 20-м году. И в следующем выпуске мы продолжим. У нас будет Майнкрафт, Сиреноголовый, Роблокс, Лендрина, Айскрим, Скерри Батчер, Броу Старс и Рэдболл. Эти игры тоже были офигенно популярны. Я расскажу вам о них в следующем выпуске. Ну что, про этот выпуск могу сказать, что мне Хангри Шарк с новой графикой понравился. Реально. Хангри Шарк понравилась игра. И мне понравился Stick War Legacy. Ну и Эвел Нан тоже, но она очень сложная. Я не понял, как там вообще бегать, когда с любой стороны прибегают, убивают себя сразу. Сложно. В общем, до новых встреч. С вами был Андро Валик. Подписывайтесь, жмите колокольчик. И хорошего вам 2021 года. Побольше хороших игр, здоровья и всего наилучшего. Всем пока.